Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Накануне произошло очень важное событие в жизни нашего региона. Форум муниципальных образований. Дорогие телезрители, кто из вас не был, а может быть не видел по телевизору, репортаж, вы знаете, это действительно было очень масштабное событие, я лично присутствовал. Это было в нашем областном дворце спорта, юбилейный в Твери. То есть, мало того, все трибуны были заполнены, а трибуны вмещают 2000 зрителей. Еще все то место, где обычно сражаются наши замечательные хоккеисты, где обычно заливается лед, оно тоже было освобождено для участников форума. То есть, это было очень представительное мероприятие. Знаете, оно было организовано в столичном уровне, были в том числе и столичные персоны. Один из модераторов форума, это была моя коллега Ирина Россиус, это ВГТРК. То есть, поэтому было очень масштабное мероприятие, организовано по всем стандартам, как мы это привыкли, сочинские форумы, там, Валда и так далее. Все было ровно под тем же лекалом, что было очень приятно наблюдать. И в этом форуме приняли участие в сумме 3,5 тысячи участников. Это были и представители органов власти, и общественники, предприниматели, врачи, и многие-многие другие. Все, кто объединен, все были представители нашего замечательного населения Верхней Волжья. Все они слушали выступления спикеров, которые задавали важные вопросы, обозначали повестку дня, которая очень важна для нашей области. И сегодня мы подведем первые итоги этого мероприятия. То есть, сегодня у нас как раз представители органов власти, предпринимательского сообщества, медицинского корпуса. И хочу их вам представить, дорогие телезрители. Это Ольга Константиновна Устинова. Это главврач детской городской клинической больницы номер один Твери, а еще она и депутат в одном, что называется, флаконе нашей Тверской городской думы. Ольга Константиновна, добрый день. Добрый день. Это еще один ее коллега, Иван Иванович Муратов. Это председатель собрания депутатов Вышневолодского района. Это коллега из района с территории, что называется, в которой на земле живет. Иван Иванович, добрый день. Добрый. Еще один наш доблестный представитель из районов, это глава Ржева. Вадим Вячеславович Радивилов. Вадим Вячеславович, добрый день. Снова еще представитель нашего знаменитого района, исторического района Кашинской земли. Это Герман Геннадьевич Баландин, глава Кашинского городского округа. Добрый день. И постоянный участник наших программ, представитель нашего предпринимательского корпуса. Это председатель нашей замечательной торгово-промышленной палаты Тверской области Владислав Витальевич Шориков. Добрый день. Тоже спасибо, господа. Спасибо большое, что нашли время. Я знаю, у вас очень напряжённые графики. Вы, наверное, не успели разъехаться по району, чтобы работать. Работа у вас не почата крайне, но всё-таки вас дёрнули к нам сюда обратно в тверь, чтобы вы высказали своё мнение о форуме, что вы для себя интересно услышали, какие шаги уже наметили. А вы, дорогие телезрители, можете задавать ваши вопросы о форуме вообще, о том, как вам живётся. Вы можете напрямую спросить наших уважаемых гостей, что вас интересует. Телефон прямого эфира, у нас прямой эфир 300-190. 300-190, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, где вы в нашей области не находились. Тверской проспект, регион вещает везде. Ну что же, господа, вопрос всем. Ваши впечатления от этого представительного форума? Очень хорошее впечатление, конечно, на таком представительном форуме присутствовало действительно огромное количество представителей и областной столицы, и с районов. И я лично считаю, что основной задачей этого форума было уточнение, так скажем, задач. Задачи уже поставлены, направления деятельности определены. И, в общем-то, мы, как главы районов, округов, мы уже включились в эту деятельность, мы понимаем наши задачи. Я считаю, что все ветви власти, все органы, каждый руководитель на своём месте понимает те цели и задачи, которые поставлены президентом в нашем регионе, губернатором Игорем Николаевичем Руденеем. И надо сказать, что в настоящее время, на сегодняшний день, это, наверное, в нашей новейшей истории самое такое время, когда мы имеем реальные возможности для того, чтобы улучшить жизнь наших сограждан, чтобы решить те вопросы, которые многократно были обозначены, которые, в общем-то, надо честно признать, не всегда мы могли решить на том или ином уровне в силу определённых причин. И действительно, это сейчас время работы, время реальных действий. Ну и надеюсь, что мы все совместными усилиями достигнем того результата, который поставлен перед нами. Я поддержу, конечно, своего коллегу. Та тема, которая была задана на форуме первым спикером, Игорем Михайловичем Руденеем, это реализация национальных проектов на территории Тверской области. Понятно, что, наверное, другой темы в этом форуме и быть не могло, потому что сегодня это федеральная повестка, сегодня задача, поставленная президентом, и сегодня это реальная возможность для территории двинуться вперёд. Поэтому не случайно название форума территории, Тверская область территории развития, она звучала именно так. Действительно, муниципалитеты давно включились в данную работу, ещё с конца прошлого года сформирована рабочая группа по реализации каждого национального проекта. Этот форум стал такой промежуточной точкой первого этапа, посмотреть, что получается, что нет, как идёт работа. И уже первые итоги, в том числе Игорь Михайлович обозначил, какие-то новые задачи в рамках реализации были поставлены. Не случайно был разговор о поддержке при рождении детей. Демография. Да, как раз это национальный проект демографии. Для нас это было приятной новостью и радостью, думаю, что для многих жителей Тверской области, которые задумываются о увеличении собственной семьи, о рождении ребёнка. Небольшая помощь при рождении, она всегда, с учётом того, что она и сейчас существует, дополнительно всегда полезна. И все направления, 12 проектов, которые идут национальные, действительно на территории, они заметны. Ржев включился как муниципальное образование практически во все национальные проекты. Не всегда это ответственность и функционал муниципалитета, но мы живём на территории, и, наверное, чаяния людей, которые возлагают какую-то надежду на реализацию, они проходят в первую очередь через органы местного самоуправления. Поэтому огромное спасибо губернатору, что именно через глав, через, в том числе и сбор, который происходил вчера, представители муниципальных образований, это направление ещё раз задано, и толчок очередной последований. Иван Иванович, Ваше мнение. Вы знаете, коллеги, вот у меня такое ощущение сейчас есть, что мы находимся и живём в очень интересное время. На самом деле перед нами стоят просто очень серьёзные задачи, которые нам всем вместе, я подчёркиваю, всем вместе, не только представителям власти, региональной, муниципальной, а и населению, которое проживает на соответствующих территориях, нужно сделать очень много. Почему? Потому что те национальные проекты, которые наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поставил задачу выполнить, это вот те элементы, те узловые точки, которые на сегодняшний день нужно решать в первую очередь. И если мы это поймём, то у нас будет возможность это всё реализовать и всё это сделать. Так вот, форум, который вчера прошёл, это своего рода смотр. Как люди относятся к национальным проектам? Насколько серьёзно они к ним относятся? Что они готовы делать для того, чтобы вложить свой вклад в достижение результатов этих национальных проектов? И моё наблюдение вчера показало, что, в принципе, в принципе, консультация есть. Есть понимание властей на местах и исполнительной власти, и глав, и представительной власти. Что нужно делать? Да, на сегодняшний день можно говорить о том, что функция наша, как власти, представительной, и даже, так сказать так, глав и глав администрации, всё-таки она больше информационного характера. То есть мы должны информировать население, контроль осуществлять за выполнением национальных проектов. Я думаю, что этого мало. Нам нужно больше доверять, и тогда результат будет гораздо лучше. Это вот моё мнение. Владимир Витальевич, предпринимательское сообщество как отреагировало на форум? Ну, вы знаете, предпринимательское сообщество-то, оно отреагировало на форум хорошо. Собственно, те 12 национальных проектов, которые у нас есть, ведь их цель определялась как? Помните слова президента о необходимости сделать шаг по коренному изменению ситуации в стране, чтобы мы не оказались на задворках общемирового развития. И поэтому, собственно, вот эти 12 национальных проектов, они предусматривают фактически мобилизацию усилий для решения этой стратегической задачи. Без решения этой стратегической задачи мы не сможем поддерживать дальше свою конкурентную способность с точки зрения взаимоотношения с другими государствами мира. Ну и желающих, так сказать, затоптать слабого всегда найдётся много. Такое мы себе позволить не можем. То, что было на форуме, это фактически целеуказание для нашего региона. Если мы говорим о том, что ставит перед собой федерация, то мы, соответственно, не должны отстать в рамках федерации от общего уровня. И, конечно, для предпринимателей те проекты, которые связаны непосредственно с бизнесом, это поддержка малого и среднего предпринимательства, это экспорт-ориентированность, это цифровая экономика, они становятся во главе угла. Но я бы рассматривал форум скорее как рабочее совещание. Он у нас уже не первый был. Это определённое подведение итогов и, как я уже сказал, постановка задач на будущее. Сказать, что... ВОО нам поставить задачу, мои коллеги, что у нас сейчас реклама будет, а потом продолжим. Реклама на Турском проспекте. Вы, дорогие телезрители, готовьте ваш вопрос. Всё, что вам интересно, о минувшем форуме муниципальных образований. Телефон прямого эфира – 3190. Пока реклама. Дорогие телезрители, мы снова в прямом эфире. Это программа «Тема дня». Мы говорим о форуме муниципальных образований, который прошёл в областном центре накануне. Было очень представительное мероприятие. 3,5 тысячи участников со всех концов нашей огромной Тверской области. Мы подводим итоги, первые итоги по горячим следам. Сегодня у нас в гостях представители и органов власти, и законодательные, и исполнительные, и предпринимательского сообщества, и медицины, здравоохранения. Дорогие телезрители, задавайте вопросы. 300-190. Всё, что вам хочется спросить о том, как должна развиваться наша область. Высказать своё мнение. 300-190. Ну что ж, Владислав Витальевич, я вас понял. Да, хорошо. Предпринимательское сообщество в целом положительно отреагировало. Много вообще было коллег, те, кто ведёт тот или иной крупный, средний, бизнес, малый. Ну, здоровался с каждым вторым. Поэтому, если разделить даже цифру участников на пополам, много, безусловно. Много, безусловно. Но вы же понимаете, что предпринимательское сообщество у нас в Российской Федерации во многом зависит от того, какие отношения с властью сложились с точки зрения и исполнительной, и законодательной. Поэтому, конечно, вся инициатива, которая исходит от руководящих государственных, региональных, муниципальных органов власти, она улавливается в первую очередь. Есть ещё и большой сегмент рынка, когда выполняются госмуниципальные заказы. Ну, соответственно, здесь вообще не о чем говорить. Здесь понятно, что вот эта вот связь с бюджетом, она выстраивается напрямую. Поэтому малейшее, наверное, дуновение ветра со стороны властей и оказание внимания в позитивном смысле этого слова предпринимательству, оно воспринимается на ура. Ольга Константиновна, большое значение, губернатор говорил, уделяется нас проекту здравоохранения, демография. Скажите, вот на Ваш взгляд, как у нас с этим стоят дела вообще в регионе, и в частности в областном центре? — Глобальнейший вопрос. Можно я начну, если позволите, немножко с другого. Что вчера произвело впечатление? Это, опять же, девиз этого форума «Верхневожья территория развития». И была озвучена такая крупная сумма, 26 миллиардов, которые за три года должны будут реализоваться по разным направлениям. Это 12 национальных, 50 региональных проектов. И что в связи с этим сказал губернатор, руководителям? Необходимо своевременно, быстро и качественно принимать решения и реализовывать все эти задачи. И если вот именно так не будет происходить, то задачи, которые стоят сейчас в федерации и регион, в лице губернатора, конечно, мы не выполним. А в здравоохранении стоит глобальная задача, которая направлена на то, чтобы побороть негативные тенденции в демографии. Поскольку оболь населения идет более быстрее темпом, чем прирост населения, то надо эту негативную тенденцию каким-то образом преломлять, в том числе и в Тверской области. Что с этим делается? Что в связи с этим предпринимается? Не так давно, буквально два дня назад, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова встречалась с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и обозначала такое количество. Мы бы хотели к 2024 году, чтобы смертность сократилась на 160 тысяч жизней. Большая для России цифра. Но это как бы цифра оптимальная, а максимально мы будем стараться сделать руками медиками, чтобы эта цифра уменьшилась еще бы на 60 тысяч жизней. И обозначила три направления. Первое направление – это борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Второе направление – борьба с онкологическими заболеваниями. И третье – снижение детской смертности во всех возрастах. В связи с этим очень-очень много задач ставится. Они частные для системы здравоохранения. И что касается, например, Тверской области, если от глобального к нашему, к местному переходить, то область у нас огромная по площади. Всем известно, что население большое количество проживает в сельской местности. Что необходимо сделать, чтобы население, проживающее в населенных пунктах с количеством не более 100 человек, тоже было охвачено медицинской помощью. 61 фельдшерский пункт существует в настоящее время. А через 5 лет их должно быть уже 79. Кто будет работать в здравоохранении, в новых пунктах и так далее, должны привлечь за 5 лет более 1300 молодых специалистов. Это врачи, выпускники вуза, выпускники колледжей. Вот такая вот огромная задача. Почему? Потому что если не обслуживать население регулярно, если не проводить диспансеризацию в том объеме, в каком ставит задачу наш президент, а это к 2021 году, насколько я помню, 80% охваченных диспансеризацией ежегодно, а к 2025 году это уже 90% населения, это почти 120 миллионов человек. Да, поэтому кадровым вопросом, как и было, так остается очень актуальным. И прямая связь между кадрами, профилактикой, которую должны выполнять в первичном звене здравоохранение, и теми показателями демографии, на которые это все будет рассчитано. Много работы, очень много частных вопросов по разным направлениям. Но это частный вопрос есть всегда, да. Как педиатр могу сказать следующее, что область, она пристально занимается этими вопросами и добилась определенных результатов. Вот что касается детства, то много-много лет мы, Тверская область, она отставала в показателях младенческой и детской смертности от России, от СФО и так далее. Однако в течение последних двух лет не то что сравняли, улучшили эти результаты по сравнению с Российской Федерацией. Так, например, показатель младенческой смертности России 5,6 промилле, а Тверская область 4,7. Очень достойные показатели, они показывают, что мы можем добиваться хороших результатов за счет не только интенсивности в работе, вкладывания денег, потому что больших денег не было вложено в здравоохранение, за счет принятия правильных организационных решений. Можно я вот разорвать эту тему? Да, разорвать эту тему, но я хотел маленький акцент сместить, потому что вопрос демографии, и вчера Игорь Михайлович прямо сказал, это основная, тот момент, по которому делаются выводы, основные. Но он связан не только с вопросами здравоохранения, в первую очередь о развитии территорий. Вот вчера мне удалось Игорь Михайловичу вопрос задать по этой тематике, по поводу госификации. И я понимаю, что это основных из ключевых моментов, которые могли бы теоретически, подчеркиваю, позволить бы развивать территории. Но вот мой коллега, я думаю, со мной согласится, что предпринимательство как таковое, это является тот актив для местных бюджетов, для региональных бюджетов, которые должны рассматриваться в качестве основы развития нашего региона. Потому что если мы не будем вкладывать деньги, бюджетные деньги, я подчеркиваю, в развитие предпринимательства, то и доходы бюджета будут падать. Соответственно, здесь нужно четко понимать, что это тоже очень важный проект национальный, который нужно развивать. И здесь тоже необходимо, на мой взгляд, необходимо вносить определенные коррективы в существующие механизмы. Это тоже очень важно, по той простой причине, что другого пути нет. Мы не сможем просто решить проблемы наши, если наше предпринимательство, те люди, которые генерируют доход, не будут чувствовать себя уверенно здесь. Мы в план перешли в бизнес. Герман Геннадьевич, у вас район непростой, это не какой-то, ну, есть у нас рядовой, что называется, в глубинке района, Кашинский район, он издревле известен, Тверская область, Кашинская земля славна с древности, и в том числе это один из брендов, Кашинская земля нашего региона. И, опять-таки, у вас много туристов, и как у вас развивается предпринимательство, ведь, казалось бы, в таком уровне, как ваш, плюс у вас курорты знаменитые, не развивать вообще бизнес, малый, средний в первую очередь, потому что крупный туризм, это не только некие огромные отели, транснациональные сети, правильно? Это ещё какой-нибудь небольшой предприниматель, который сувениры продаёт или какие-то экскурсии организует. Как вам, собственно, с этим делом? Действительно, да, Кашин привлекательный, санаторий, в общем-то, последние годы достаточно стабильно работает, то есть те люди, которые отдыхают и лечатся в санатории, это тоже можно назвать туристы, это люди, которые посещают наш город. Конечно, задачи национальных проектов, они все переплетены в одну цель, то есть дороги, безопасные дороги. Это есть курорт, есть вода, есть грязи, но когда ты приезжаешь и остаёшь без дороги, без бампера, то первое впечатление, да и последнее, когда уезжаешь, тоже остаётся. Ну вот за последние, скажем так, 3-4 года нам удалось решить, по крайней мере, въезды, выезды из города, внутренние такие основные наши направления, то есть сравнением, можно сказать, с 2015 годом это будет радикальное. То есть 4 года, 4-летний цикл. Да. И вот последние два года – это, в общем-то, радикальные изменения в плане финансирования. И вот сейчас обсуждалась тема предпринимательства, сейчас даже это такой двигатель, когда многие районы сейчас, в том числе и наш Кашинский, когда мы планируем свой объём работ на летнюю, скажем, дорожных работ, или ремонт крови в тех же учебных заведениях, уже даже появляется недостаточность подрядчиков, тех, которые готовы выйти, качественно сделать, которые обладают определённым финансовым ресурсом. Поскольку условия контрактов сейчас очень жёсткие, мы чётко следим за качеством, за соблюдением всех... Разбрасывать деньгами вы не хотите? Да, ни в коем случае. Мы хотим за свои деньги качественную работу, качественные дороги, качественный ремонт. Все контракты должны выполняться в срок. Действительно, сейчас пошёл уже, прошёл такой некоторый отсев тех предпринимателей, которые не справлялись с своими задачами. Но на самом деле на территории нашей области уже ощущается некоторая даже нехватка бизнеса. По крайней мере, в части вот эта подостроительная, опять-таки, качественные строители, не обыкательные. Качественные, да. Комфортная среда сейчас, современная комфортная среда, это большие объёмы. Сейчас каждый район, опять же, если возвращаться к тому, что город исторический, город имеет, так скажем, и разные направления туризма, это и паломнические, это и, так скажем, визуальные, да, визуальные. Культурно-познавательные. Культурно-познавательные, да. Поздоровительные, естественно. Да, есть варианты уже и промышленного туризма, да. То есть все виды туризма, но всё должно... Лично моя позиция такая. Мы в первую очередь делаем для своих граждан, а туристы должны приезжать смотреть, как мы живём. Но должно быть удобно, должно быть удобно, качественно и, в общем-то, красиво. Владимир Вячеславович, Ржев ещё один, тоже, вот по обе стороны Твери, как вот на карте тоже, Кашин справа, Ржев слева, я сейчас сижу, а я как Тверь. То же самое, ещё один древнейший город земли нашей Тверской, которым тоже, в том числе, Тверская губерния испокон веков известна. Как у вас развивается регион, в том числе, и благодаря туризму, ведь тоже поток туристов к вам всегда был, всегда был интерес посмотреть на Ржевскую землю, на тот самый город, в том числе, сейчас это особенно уделяет внимание, в 75-летие Великой Победы. Всем интересно смотреть, что же за город такой, за который так дрались. Действительно, город Ржев отметил совершенно недавно, в 16-м году, в 800-летие, почтенный возраст для города средней части нашей страны. Туризм, наверное, можно громко об этом говорить, но ещё 3-4 года назад о городе Ржев как о туристическом городе в таком большом смысле мало говорилось. Ржев был известен как город-орденоносец, как город воинской славы. Кстати, если вернуться в историю вообще происхождения самого звания города воинской славы, Ржев внёс большую лепту, по сути, на территории Ржевской земли родилась сама идея этого великого такого звания для города, который сегодня носит уже 45 городов на территории нашей страны. Когда оно обсуждалось, хорошо помню, в первую очередь, у всех был именно Ржев, как самый незаслуженно забытый на тот момент город, где столько всего произошло. Это действительно так. 75-летняя годовщина, следующий год Великой Победы – это знаковое, на самом деле, для города событие, потому что на слуху, опять же, возведение грандиозного монумента, памятника советскому воину, единственного, на самом деле, памятника на постсоветском пространстве, посвящённого подвигу обычного человека, нашего советского солдата, который, по сути, и победил эту войну, и освободил и нашу страну, и всю Европу от чумы фашизма. Это действительно так. И сегодня очень много обращается на город Ржев, и со стороны области огромная поддержка. В этом году Ржев – это большая строительная площадка. Огромное количество денег мы давно не видели, такой объём выделенный, по софинансированию с областью, и город нашёл возможность внести свою долю софинансирования на строительство дорог и ремонт дорог. Более 22 километров, 22 участка дорожной сети, по сути, это треть асфальтированных дорог в городе Ржев в этом году будет приведено в нормативное состояние. Мне даже иногда стыдно перед моими коллегами, что город в этом году просто большой вал на денежных средств получает. Помимо этого, капитальный ремонт многоквартирных домов – более 75 объектов. Это ремонт крыши, ремонт фасадов. Благоустройство дворовых территорий – более 28 дворовых территорий. Но это не значит, что 28 домов, потому что мы берём каскадное благоустройство, и каждый объект – это 2-3 двора, можно смело умножать. То есть, практически сотни многоквартирных домов. Противный эффект тот самый. Да, и мы пытаемся комплексно подходить к решению каждой задачи. Говорим о национальном проекте «Городская среда», «Жильё». И действительно, в этом году обустраиваются две общественные территории. Одна из них, которая на въезде со стороны Твери, находится парк «Революция», парк на площади «Революция». Если мы помним, это такое знаковое место. Мы, когда въезжали в город Жжев, в течение последних 10 лет упирались в памятник, который был перевязан на белые ленты, чтобы не отваливались гранитные плиты. Сегодня мы комплексно подошли. Мы в рамках проекта «Городская среда. Ремонт общественных территорий». Дорожные отрасли. Мы полностью эту территорию обустраиваем. Плюс нашли возможность по 7-му ЗОО. А 7-й ЗОО – это закон о статусе города воинской славы. В соответствии с ним мы имеем возможность финансирования минимально в 10%. Это тоже одна из привилегий, которые есть в Тверской области для городов. Воинская слава – это Ржев и Твери, плюс районы соседние, Калининский и Ржевский. Мы выделили средства на ремонт самого памятника. Поэтому вот такой комплексный подход и с учетом национальных проектов, и с учетом областных проектов, и с учетом местного доли софинансирования. Действительно, мультиплиативный эффект очень заметен. Сегодня жители просто видят, положительно отзываются, включаются в работу. Потому что мы знаем, что ремонт дворовых территорий всегда гладко не проходит. Мы прислушиваемся к жителям, мы по возможности, где это возможно, меняем проекты под те условия, где жители или недовольны, или действительно говорят какие-то реальные вещи, которые были не учтены. Благо, сегодня это возможно в рамках 64-го закона на это осуществлять. Поэтому вот такая работа, 75 лет, следующий год, открытие памятника, большое количество, мы уверены, поток туристов. Город должен выглядеть соответственно, и мы в этом году делаем все для того, чтобы именно достойно в следующем году принимать людей на празднование этого Великого дня. – Господа, миношу форуму было интересней ещё и тем, что это был не только разговор внутри Дворца спорта, была ещё большая выставка, в которой приняли участие предприятия нашего региона, они демонстрируют свою продукцию гостям, Игорю Михайловичу, руководству области. Скажите вообще, на Ваш взгляд, промышленность у нас как? Игорь Михайлович, какие задачи поставили в плане развития промышленности, опять-таки, Вадим Вячеславович? – Вы демонстрируете продукцию, Ваш замечательное предприятие электромеханика? – На самом деле электромеханика, это Вы только увидели, а вообще было ещё несколько предприятий, это акционерное общество КСК «Ржевский», которое производит строительную продукцию, бетонные изделия, плюс керамзит. Вот всё, что с этим связано и было. Одно из предприятий, которое сегодня возродилось на площадях вошедшего в банкротство несколько лет назад, даже десяток лет назад, предприятия, это «Ржевмаш». Сегодня они на передовой. Интересная тема – это обращение с ТБО. – Актуальная самая главная часть? – Это очень актуальная, тем более мы говорим о национальных проектах, национальный проект «Экология», обращение с ТБО – это одно из направлений, которые есть. И в городе Ржевино, на территории Тверской области есть предприятие, которое готово предоставить сегодня огромный спектр продукции, которые будут станцией сортировки твердых бытовых отходов, – То, чего нам пока не хватает. – Действительно, да. И был огромный вчера интерес на этом стенде. Безусловно, огромный интерес к ПАО «Электромеханика». 80 лет, 19 августа отметила это предприятие, был огромный праздник, большое количество гостей с области, ну и, соответственно, со всей страны, потому что сегодня мы знаем, что в нашей стране ничего не летает за пределы и атмосферы, и в атмосфере, а это авиационная и космическая отрасль, в каждой ракете, в каждом самолете есть что-то, что произведено на оборудовании электромеханики. Вы представляете, насколько это серьезное предприятие, когда говорят об прорывных технологиях, мы вот так говорим, что такое прорывные технологии, которые должны нас вести вперед всю экономику. Вот зайти на электромеханику, каждый цех, там реально эти прорывные технологии. Они на передовой науке, они на передовой авиационной технике и того оборудования, на котором это производится. Город же остается промышленным, основная часть бюджета идет с промышленных предприятий, о которых только части я сказал. Помимо этого есть два ремонтных завода, связанные с обороном, Минобороном, да, 514-й авиаремонтный завод, 55-й Арсенал, который ремонтирует ракетную технику. Да, есть проблемные предприятия, мы знаем, проблемы с кроностроительным заводом, который сегодня в банкротстве, но мы вот с таким оптимизмом смотрим в будущее. На самом деле, если мы возьмем прошлый год, в городе Держиве образовано больше 400 новых рабочих мест. Это хороший показатель в этом году. Он будет чуть пониже, но планку мы держим. В общем, действительно, сегодня реально есть проблема нехватки и кадров, и квалифицированных кадров. Наверное, это еще одна из вопросов, который стоит поднимать. Это вопрос профессионального образования. И вчера он был немножечко затронут, и говорилось о тех кластерах профессионального образования, которые предполагается сделать на территории нашей области. Иван Иванович, Вышняя Володская земля, как у Вас развивается все-таки промышленность? Она, конечно, может быть, у нас не так ассоциируется. Вот Ржев действительно промышленный город испокон веков. Все-таки у Вас, я тоже, видимо, знаю, сколько реализуются инвестиционные проекты? Вы знаете, вот хотел бы что сказать по этому поводу. Наши уважаемые главы, они могут, наверное, часами говорить о своей родной земле. Но мы все-таки обсуждаем вопросы форума и вопросы, скажем так, стратегического порядка. Поэтому, если я сейчас буду вдаваться в подробности и описывать те проблемы, которые есть у нас в медицине, образовании, в промышленности, мы просто потратим много времени на это. Проблемы огромное количество. Огромное количество предприятий, которые работало в свое время в районе и в городе, сегодня не работают. Это трагедия для города, трагедия для района. Людям негде реально работать. А если есть, то заработные платы настолько низки, что люди просто уезжают. Просто уезжают. Поэтому давайте все-таки сместим акцент нашего разговора в стратегическую плоскость и обсудим вот эти моменты. Все прекрасно понимаем сегодня, что необходимо это все делать и в сфере здравоохранения, образования и все остальное. Просто как это делать, какими усилиями, что для этого необходимо каждому из нас понимать. Вот это нужно обсуждать. Ответственность. Кто отвечать будет в конечном итоге, да, все. Потому что то, что предложил наш Владимир Владимирович и поддерживает Игорь Михайлович, это настолько серьезные вещи, которые просто сказать и не сделать, или сделать плохо, ну, нельзя, понимаете. И мы все должны понимать, что мы все ответственны за это, за результат этот. Вот. Поэтому вот так вот. Владимир Владимирович, опять-таки вот электромеханика и так далее, предприятие, ведь оно известно тем, что и за рубежом сотрудничает обратная сторона, что часть оборудования импортная. Насколько сейчас вот предпринимательскому корпусу нашему непросто, когда они пытаются организовать какое-то производство, вроде бы импортозамещение, а с другой стороны, ведь часть станков действительно зачастую производится только за рубежом, или они очень хорошие, а хорошая станок означает хорошую продукцию, означает успешное предприятие. То есть как совместить, плюс вот эти колебания курсов, то есть как вот в плане этом предприниматель решает вопрос модернизации технологической? Ну, здесь, наверное, несколько пунктов уж, позвольте. Во-первых, мне приятно, что коллеги, которые занимаются в муниципалитетах, и это и государственная власть, да, ну, в данном случае муниципальная, и законодательная, и исполнительная, хорошо разбираются в этих вопросах. Это очень всегда радостно слышать. Ну, та же электромеханика, да, это одно из выдающихся предприятий, член торгово-промышленной палаты, и продукцию мы все знаем. Но вот у нас, как раз с вами, один из нас проектов – это малое и среднее предпринимательство. Что мы имеем на сегодняшний момент по статистике налоговой? Да, то есть это налоговая инспекция наша. У нас с вами упало на 3,4-2,1 общее количество членов, да, и единиц малого и среднего предпринимательства с прошлого года. Это по области. Но можно гордиться тем, что это не худший показатель в стране, потому что в среднем по стране это минус 3,9, а по ЦФО 3,6. Но о чем это говорит? Не хватает уже тех, кто готов исполнять эти необходимые виды работы. Почему их становится меньше? Ну, кроме общей такой реорганизации, да, надо смотреть на тот комплекс проблем, когда идет давление на бизнесы, имеется в виду налоговое, имеется в виду законодательное, исполнительное, по проверкам и так далее и тому подобное. От властей муниципальных образований, районов и городов зависит это в первую очередь. Как бы мы ни говорили о национальных проектах, но выполнять их можно на те средства, которые будут заработаны. А производит добавочный продукт у нас промышленности, сельское хозяйство. Ничего другого не придумаешь. И при всем уважении и важности, да, гуманитарных направлений, да, образования, здравоохранения, они существуют на те средства, которые дает производственный сектор. Конечно. Вот. А производственный сектор работает на кого? На человека. И вот мы замыкаем круг, когда, если у нас недостаточный уровень жизни, соответственно, невысокий уровень зарплаты, из-за которого люди не хотят или не могут работать в нашем регионе, а уезжают в соседних. Вот. И мы получаем вот эту вот картину. Региональная власть, она вот достаточно активно обращает на это внимание, кстати. Мы с вами даже за последние годы у нас есть фонд развития промышленности Тверской области, который был создан, раньше его не было. Но неплохо работают ряд других фондов, в частности, по малому и среднему предпринимательству. А вот тем, кто, как вы сказали, покупает новое оборудование, продукцию, да, я бы рекомендовал обращаться в ФРП России. Это очень хороший фонд развития промышленности России. Очень хорошие условия от 1 до 3% годовых. И, соответственно, это вы дело имеете с государством, а даже не с банком. То есть те условия, которые вам предъявляются, они будут исполнены. И там как раз экспортное направление одно из приоритетных, импортное обещание и так далее. То есть есть целый ряд инструментов, которые имеются, но не часто используются предпринимателями, иногда в силу своего незнания. Вот эта пропаганда, в том числе, в хорошем смысле слова, со стороны местных органов власти, она нужна. Мы ее осуществляем на регулярной основе, как организация, которая в том числе за это отвечает. Но и наших коллег из муниципалитетов я бы к этому призывал. На самом деле, я соглашусь, информирование не только касаемо нацпроекта по умовому предпринимательству. Это, наверное, основная задача с университетом местного самоправления. Потому что мы видим, что нехватка информирования приводит к тому, что не так активно предприниматели обращаются к тем мерам поддержки, которые сегодня достаточное количество. И вот эта задача общая и в области муниципального образования и работы. То же самое касается и того же проекта здравоохранения. Потому что уменьшение смертности, увеличение продолжительности уровня жизни, увеличение количества рождений. Это очень важно. Но мы, опять же, видим, что мы просаживаемся по теме профосмотров и профилактических вещей. Работники должны быть здоровы. Конечно. А это только, возможно, проводя определенную пропаганду. И в этом мы сегодня, как муниципальные власти, достаточно серьезно работаем. Совместно с здравоохранением, с главными врачами, разработанной программой по информированию населения. Иногда приходится палками загонять наше население для прохождения и диспансеризации, и профессиональных осмотров. Это действительно так. Но без этого с общей задачей нам не справиться. Я хотел просто такую деталь подчеркнуть. Но, может быть, кто-то услышит, и это будет польза. Фонд социального страхования, в который отчисления производят каждое предприятие, он же возвращает часть из тех средств. Но их надо использовать или на охрану труда, или на укрепление здоровья, то есть поездку тех или иных граждан по санитарно-курортным путевкам. Но многие об этом знают. Мы регулярно проводим мероприятия. Процент увеличивается. Но всего два года назад эти фонды даже не исчерпывались. То есть они в области все равно оставались. Из-за незнания в том числе. Можно еще один такой моментик тоже хотел сказать по поводу предпринимательства и того фундамента, на котором оно должно строиться. Это тоже очень важный вопрос. Наверное, основной, я бы сказал. Почему? Потому что сегодня, вот принято так, если мы говорим про предпринимательство, коммерческая деятельность – это извлечение максимальной прибыли. Ну, вот так вот. Значить любого из нас, в принципе. Да, но, понимаете, если речь касается развития территории, например, то вопрос, если ставить вопрос о коммерческой целесообразности, ну, это неправильно просто. Потому что если сегодня люди уезжают, а на уровне государства, там, неважно на каком уровне, да, на региональном, на федеральном, ставится вопрос, что, ну, вот сюда вот невыгодно, нецелесообразно ввести, например, газопровод, да, вот тогда эта территория никогда не будет развиваться. Понимаете? То есть вот эти подходы, их тоже нужно менять. И я думаю, что мы к этому все равно пройдем рано или поздно. И совершенствование планов, как мы видим на нашей территории тот или иной муниципалитет, на чем он специализируется. Помните, когда-то наш президент сказал, что Россия – это корпорация. Ну, это было достаточное количество лет уже назад. Ну, мы вот часть этой корпорации, ну, давайте назовем это холдингом в составе корпорации России. Соответственно, мы должны иметь четкий план, как, какая территория развивается, на что мы ее ориентируем, что она может, да, где она не может, за счет чего ей будет помогать областная власть. И вот эта картина ясная, да, рабочая карта, как ни скажи, вот, она позволяет учесть все вещи, что происходит в будущем. Даже если мы что-то сделали неверно, мы достигли результата, на базе которого мы сможем изменить создавшуюся ситуацию. А если мы не имеем такого плана, ничего не выполнили, то и менять будет что-то сложно или невозможно. Хотелось добавить, вы знаете, что бы мы ни говорили, да, каждый о том, чем он занимается, но явно одно – усилия всех надо объединять. Абсолютно. Потому что цель, к которой мы двигаемся – это более продолжительная, более качественная жизнь россиян. На нашей территории это жители Тверской области. Давайте объединять усилия, давайте помогать друг другу, принимать наиболее верные решения, чтобы это не тормозило развитие нашего региона. Потому что хотелось бы, чтобы на самом деле Верхневожье стало территорией развития. Еще такой момент, немножко сапонирую коллеге. Коллега говорит, нужно каждому что-то делать для того, чтобы что-то иметь. На самом деле решения принимаются тяжело. Легче иногда решения исполнять готовые, чем кем-то предложенные решения. Например, я как медик заметила очень давно, что в Тверской вуз, в наш медицинский, приезжает очень много выпускников вузов с других территорий. И база выпускников, целевики, так называемый, более доступный набор, с меньшим проходным баллом, практически гарантированно 100%. В этом году целевой набор на педиатрический факультет, там конкурс не состоялся, баллы оттуда, свободные места отдали в общий конкурс. Почему? Потому что мало было целевиков. Анализирую эту ситуацию давно, я предложила, реально такое предложение к нашей администрации городской. Пожалуйста, предоставьте такую возможность тверским выпускникам, потому что из муниципалитетов, главы подтвердят, выпускники едут для того, чтобы потом вернуться сюда. А для Твери такой преференции не создается. В настоящее время этот вопрос в администрации обсуждается. Но вот я надеюсь, что первичное звено таким образом и в Твери придут выпускники через 5-6 лет. И как раз на них, на их плечи ляжет вот эта задача, выявление, профилактика, курация и так далее, тому подобное. Выполнение непосредственных задач. На самом деле пути непростые, задачи непростые, но я смотрю оптимистично. Я думаю, что можно идти прямо к нашему светлому будущему. В будущем. В нашей муниципалитетах есть такие, которые целевые. То есть вы направляете тоже выпускников? Ну, конечно, за последние годы обучались. К сожалению, эта тема, она неоднократно дискутировалась. И одно из последних выступлений доктора того же нашего Рошаля, который предлагает все-таки возвращать ту систему прихребления кадров от работы. Ну, как раньше, это скорее было. Дело в том, что целевой набор, вот эти договора, они все-таки имеют достаточно большой широкий диапазон, чтобы его в дальнейшем не исполнить. Будем прямо говорить. Повторяю, есть немало лазей, чтобы ими пользоваться. Конечно. Да, конечно. И, естественно, кадровый голод, вот хотелось бы сказать, конечно, поскольку мы говорим о здравоохранении, конечно, каждый муниципалитет, каждый район, сейчас особенно в нашей Центральной России, в Нечерноземье, он ощущается. Но вот здесь мы как раз должны говорить, а куда придет этот выпускник. Да, допустим, даже он родился, вырос, он знает свою родину малую. Но вот здесь как раз решение задачи в том, чтобы, неважно, кому эти определены полномочия, региональной власти, федеральной, либо муниципалитету, больница наша. Хотя принадлежит она Министерству здравоохранения, да, так финансируется. Население наша. Больница наша, население наше, вопросы наши. Поэтому здесь как раз вот комплексные. Мы должны создать нормальные рабочие условия, профессиональные, для любого специалиста. Больница должна быть ухожена, территория должна быть ухожена, к ней должны быть нормальные дороги. И, конечно, должен быть решен вопрос с жильем. Ну, каким-то образом нам решают каждый свой муниципалит по-своему. Допустим, от себя могу сказать, что там предоставлялось служебное жилье. Когда действует программа доплаты за поднаем жилья молодым специалистам. Ну, здесь, наверное, надо... Наши центральные районные больницы, они обслуживают как раз не только городское, но и сельское население. И, скорее всего, вот эти преференции, которые даются врачам, которые идут в село, они должны для наших малых городов... Тоже распространяться. Да, вот эти финансы должны на покупку жилья, на обустройство, они должны распространяться, конечно. И вот, если еще более широко, вот буквально за последние несколько дней состоялись несколько встреч с нашими предпринимателями, с нашими руководителями, директорами. Вот то, что касается бизнеса. Очень острая нехватка кадровая. Специалистов рабочих, специалистов профессиональных, с высшим образованием. И вот как раз та тема нашего разговора, решение вот этих проблем, которые призваны решить национальные больницы, насколько все здесь переплетено одно с другим. У нас в функции программ, да, переплетено, и здравоохранение. Поэтому здесь, да. И вот, наверное, сейчас, да, вот предстоящие буквально вот эти вот четыре года, да, они должны кардинально изменить и систему образования, да, вот особенно профессионального образования. Сейчас вот совершенно, наверное, правильное решение. У нас существуют и техникумы, и какие-то училища в районных центрах. Создаются кластеры сейчас, да, вот в Министерстве образования. Это совершенно правильно, потому что мы знаем, что с 90-х годов там настолько широкий диапазон выпускников был с разными специальностями, ну, к сожалению, они не находили себе применения. А люди должны приходить на производство, ну, свою рабочую деятельность начинать, наверное, с тем багажом знаний, которые они получили в среднем, либо высшем образовательном учреждении. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня подводили итоги форума муниципальных образований Тверской области, который состоялся накануне. Ну, а вам, дорогие телезрители, я все-таки желаю принимать самое активное участие в жизни нашего региона. Ведь без этого никакого прогресса не будет. Берегите себя и удачи всем вам. Субтитры создавал DimaTorzok